Алла Пугачева высказалась о трагедии в Крокусити-Холле, она так, что лучше бы промолчала. В Госдуме заявили, что мадам Брошкина ведьма-приспособленка. Максим Галкин из Израиля в Германию летел в эконом-классе, а Ревва обиделся. Высказался об эмиграции и просит не трогать его семью. Самая яркая и интересная новость, как обычно обсуждаем вместе, четко, без воды. С вами Жан Содель. Здравствуйте. Алла Пугачева опубликовала новую фотографию и впервые высказалась о трагедии в Крокусе. Тего, что написала цитата «Скорбь должна быть в душе, а не в Инстаграм. Аминь». Самый популярный комментарий набрал более 6 тысяч лайков. Мадам Брошкину конкретно осадили. Вот что пишет цитата «Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один. Скорби, как в вашем возвращении, не нуждаемся. Скитайтесь дальше по свободным независимым странам». Пугачева в очередной раз показал свой мерзкий характер. То есть, по сути, она не скорбит, а она учит нас, как нужно скорбить. И говорит, что соцсети не подходят. При этом не смущал ее Инстаграм, когда она высказывала, что в России рабы и холопы. И когда отвечала Михайлову, мол, мудак он, и что в Россию нормальные люди-то не возвращаются. Что думаете по этому поводу, напишите в комментариях. В Госдуме отреагировали на Перлу Пугачевой. Депутат Виталий Милонов написал, что не хочет скорбить Пугачева вместе с народом, чтобы не быть солидарной. Вот цитата. «Пугачева боится показать хоть какую-то солидарность с русскими, сердца которых переполнены скорбью по жертвам Кроку Сити Холла. Поэтому стыдливо говорит, мол, я как бы скорблю в душе. Не знаю, где скорбит. На самом деле она просто ведьма-приспособленка», высказал свое мнение Милонов. Тут же появилась информация, что как раз могут сделать подарок юбилею Пугачевой. 15 апреля ей будет 75 лет. И, скорее всего, признают инагентом, потому как Минюст по просьбе генпрокуратуры сейчас проводит проверку и смотрит вообще, какие у нее источники финансирования. Понятно, какие источники. У нее муженек инагент, ну, явно, если он там хоть какие-никакие дает концерты, но помогает и Борошкиной. Вот и источники, а может, еще какие-то есть. Кстати, проверка должна завершиться 12-го числа. Пишут, в апреле 12-го. И как раз через три дня юбилею Аллача. Кстати, муженек Пугачевой Максим Галкин впервые летел в эконом-классе. Пишут, комсомольская правда. Заметили его, когда свое тело перевозил из Израиля в Германию. Цитата. «Понты кончились, экономия началась. А чего не в багажном отсеке? Там же еще дешевле». Писали комментаторы, что за это на гастроли, вот как Галкин собирает залы за рубежом. Высказался заслуженный артист России Станислав Садальский. Цитата. «Умный, образованный мальчик, но не талант. А то, что залы собирает, естественно, никто из артистов не ездит. Никого там нет из русских. Все тоскуют по русскому языку. Это естественно. Это не любовь к Галкину народа. Просто любовь к русскому языку. Тоска по русской культуре. Все хотят услышать русскую речь». Заявил Садальский в интервью газете «Аргументы и факты». Просто 100%. Люди хотят выйти на публику, покрасоваться и при этом вспомнить свой родной язык. А почему бы и нет. А вот Галкин берет близко к сердцу и думает, что ходит именно на него. Но опять-таки, какие концерты были здесь, сколько было людей, какой был доход. А какие там придет 10-15 человек или 5 человек купит билеты и трое сдадут. Александр Рева, который не поддержал российскую операцию, которую вы отменяли, но все-таки на некоторые концерты пролезал пищом, сделал заявление, цитата, «Никуда мы не собирались уезжать, мы здесь. Хочу сказать, пожалуйста, не трогайте мою семью». Я сообщал, что в 2022 году родных он перевез в Испанию, там же купил некую виллу. Позже в Россию вернулся, но остался без работы. Но сейчас говорят, что сделал он благородное дело после трагедии в Крокусе, сдал кровь. Такие вот новости, друзья. Что думаете по поводу Пугачевой? То есть, почему она не выразила соболезнования, а просто нас начала учить, как и где нужно скорбить? Какие мысли по поводу Максима Галкина разлетает в эконом-классе? И что думаете по поводу Александра Ревы? Пишите все, что думаете в комментариях. Полная свобода слова. Вместе приходим к истине. Конечно, оцените это видео, чтобы увидели другие. Обязательно подпишитесь на канал. Свежие новости каждый день. Есть вариант поддержки. Номер карты, ссылка на донат в описании под видео. Огромное спасибо, что со мной. С вами Жан Содель. До встречи. Хорошего дня и отличных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова